То бишь в Нефтьюганске, ну квадратура немножко меньше, но платят приблизительно, как у нас в Кропоткине. Но интернет у вас почем? Он говорит 5 мегабит в секунду стоит 1600 в месяц. Вы нам пишите, что в Краснодаре дорогая коммуналка. Сейчас я вам расскажу, где воистину дорогая коммуналка. Всем привет, друзья! Вы на канале в Краснодар на ПМЖ. Наш канал о переезде в город Краснодар и Краснодарский край. Читая комментарии, мы заметили такую тенденцию. Люди жалуются на высокие коммунальные платежи и решили для вас подготовить небольшую тему. Обзвонили своих друзей, знакомых, кто где живет, кто-то в Сочи, кто-то в Сибири, кто-то на Дальнем Востоке. Узнали, сколько у них коммуналка и сегодня мы вам это озвучим. Сейчас мы с вами находимся в городе Краснодар. Это улица Кирилла Росинского. Как вы можете видеть, шикарнейшие пейзажи, шикарнейший вид. Здесь наглядно видно, что у нас в городе Краснодар огромное количество частного сектора и многоэтажек не так-то и много. В основном у нас частный сектор, поэтому Краснодары называют деревню. Но это совсем не деревня, друзья. Итак, начнем мы с фестивального микрорайона. Фестивальный микрорайон у нас где-то там. Улица памяти чернобыльцев. Квартира за август месяц. Однокомнатная квартира 43 квадратных метра. Платежка за август 2020 года 2573 рубля. Проживает два человека. Молодой парень работает и девушка. Они работают, днем их нет. Вот у них платежка 2500 в месяц. Этот же дом за декабрь месяц 2019. Эта же квартира, эти же люди в ней проживают. 3002 рубля за декабрь. Естественно, сейчас у нас будет новый отопительный сезон. Коммуналка немножко подросла. Но максимум они будут там платить 3500. Итак, теперь гидрострой. Район гидрострой. У нас есть обзор на канале. Огромный спальный микрорайон. Там есть такая улица гидростроителей. Дом 63. Так вот, 37 квадратных метров квартира однокомнатная. За март месяц 2020 года коммуналка 2960 рублей. Проживает один человек, девушка, наша клиентка. Мы ей продали квартиру 4-5 лет назад. Вот она там проживает. Мы обратились. Она нам прислала свою платежку 2960 рублей. Зимой рублей на 500, на 600, на 700, может быть на 800. Смотря как будете пользоваться, она будет платить дольше, больше. Итак, друзья, идем дальше. Двигаемся по Краснодару. Дальше у нас будет уже по России. Сейчас мы в Краснодаре. Так вот, Ростовское шоссе. Там у нас дачи. На дачах разные цены. На дачах Велизаветки и на дачах на Ростовском шоссе цена на электроэнергию будет немножко отличаться. Так вот, в этом дачном товариществе киловатт стоит 5 рублей 38 копеек, а ночью стоит 2 рубля 89 копеек. Дом 70 квадратных метров, маленький домик. Живет один-два человека, проживают пенсионеры. Так вот, у них выходит 6700 рублей в месяц. Зимой, январь, месяц 2020 года. Летом у них будет выходить 1003, то бишь, кондиционер, там, скважина, чайник поставить. А зимой у них получается 6700. Если вы в год все это поделите, у вас будет получаться где-то 4000 рублей. Ну, естественно, если дом больше, то будет больше получаться. Итак, друзья, дальше интереснее. Дальше у нас идет город Кропоткин. Это Краснодарский край, 100 километров от города Краснодара. 100, 110, 120 приблизительно. Так вот, двухкомнатная квартира, 51 квадратный метр, улица Комсомольская. Проживает два пенсионера. Итак, выходят у них коммунальные услуги за мае 2020 года. Это уже отопительный сезон кончился. 5000 рублей у них вышло за двушку. Двушка, повторюсь, 51 квадратный метр. Зимой, естественно, будет больше. Где-то 6-7 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру в Краснодарском крае. Ну, это высокая коммуналка. Конечно, по городу Кропоткину будет она разниться. От одной управляющей компании к другой. Но на данной улице вот такие цены. Дальше, друзья, самое интересное. Город Нефтьюганск. Город Нефтьюганск. Помещение 44 квадратных метра. Проживает 4 человека. Муж с женой и двое их детей. Так вот, коммуналка за январь месяц 2020 года вышла 5 160 рублей. То бишь, в Нефтьюганске, ну, квадратура немножко меньше, но платят приблизительно, как у нас в Кропоткине. Так, друзья, идем дальше. Город Красногорск. Это Подмосковье. 36 квадратных метров. Однокомнатная квартира в панельном доме. 4543 рубля. Это вся коммуналка у них выходит. Цены не намного дороже, чем в Краснодаре. Но зарплаты у них, естественно, выше. Но эта однокомнатная квартира приобреталась за 5 миллионов рублей. Здесь такая же однушка стоит 2 200-2 300. Адлер, Сочи, для тебя это райская земля. Есть такая песня замечательная. Итак, есть город Адлер. Он находится в Краснодарском крае. Так вот, 3464 рубля за июль месяц 2020 года. Однокомнатная квартира, 41 квадратный метр. Это прямо напротив железнодорожного вокзала. Кто ездил, кто бывал в Сочи, они знают. Вот Адлер, вокзал, стеклянный, новый строили к Олимпиаде. Прям напротив него. Вот однушка 41 метр, 3464. Проживает в ней 2 человека. Дорого это или дешево? Напишите в комментариях. А теперь, друзья, бонус. Вы нам пишите, что в Краснодаре дорогая коммуналка. Сейчас я вам расскажу, где воистину дорогая коммуналка. Камчатка. Сейчас она у нас на слуху. Вот, есть знакомые люди, которые проживают на Камчатке. А конкретно поселок Зеленый Елизовского района Камчатского края. Сейчас на карте покажем вам, где это. Но держите за стул, потому что вряд ли вы там побываете. 42 квадратных метра апрель месяц 2019 года. 11 тысяч 455 рублей. Это без интернета, без ничего. Просто отопление, канализация, вывоз мусора. Ну, электричество, естественно. Вот, все сложили. Получилось 11 тысяч 455 рублей. Так где, друзья, дорого в Краснодаре? Выходит, что в России есть места при таких же зарплатах, как у нас. Там зарплата на птицефабрики 40 тысяч рублей. Есть птичник, люди щиплюют курочек, перышки. Вот они там зарабатывают 40 тысяч рублей. У них коммунальный платеж за апрель месяц 11 тысяч рублей. Апрель еще отопительный сезон. Это уже с отоплением. Естественно, летом будет подешевле. Где-то 8 тысяч рублей. Но 11 тысяч, это у нас здесь люди ипотеку так платят. Там 15 тысяч ипотека, а там коммуналка только 11. Я спросил у этого человека, а, допустим, интернет у вас почем? Он говорит, 5 мегабит в секунду стоит 1600 в месяц. В городе Краснодар 100 мегабит в секунду стоит 500, 600, 700 рублей в месяц. В зависимости от оператора. Но, опять же, вы получаете 100 мегабит, там 5 мегабит. В 3 раза дороже. То бишь, цены в 2, в 3 раза дороже. А потом удивляются, почему все переезжают? Почему люди бегут откуда-то? Потому что созданы для людей невыносимые условия. Им приходится просто собирать чемоданы и валить. Почему? Да потому что они не вывозят. Просто физически уже не выдерживают. И уходят, уезжают. Поэтому в Краснодаре растет так население с каждым годом. Ребят, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, какая коммуналка у вас и за какую квартиру, в каком регионе вы платите. Либо вы, либо ваши знакомые. И мы сейчас в комментариях сравним, у кого какая коммуналка. И вообще пробежимся по всей России. Потому что нас смотрят не только в Краснодарске. В основном нас смотрят в России, в СНГ, в Казахстане, на Украине. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok